Сегодня видео будет из разряда я устала, но нашу песню не задушишь, не убьешь. Мне сегодня с вами хочется поговорить о маске для лица. Сегодня хочу с вами попробовать новиночку от Jurassic Spa, потому что мне хочется это сделать, так как заявления у этой маски просто нереально крутые. Ну что, давайте будем пробовать? Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик, на канал о красоте, уходе за собой. И еще немножечко больше. Меня зовут Ирина, и большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу попробовать маску, и только что сделала уже демакияж, умылась и хотела уже залазить в душ. И тут я поняла то, что я хочу сделать маску, да, я хочу сделать маску, и маску я буду делать сегодня вот эту вот от бренда Jurassic Spa. Она идет у нас увлажняющая, регенерирующая, тонизирующая, стопроцентно натуральная косметика. Здесь заявление у производителя то, что она должна очень хорошо влиять на кожу, потому что здесь есть лечебная грязь, экстракты различные, и здесь идет высокая концентрация пребиотиков. И пребиотики вообще для любой кожи это, ну, что-то супер нереальное. Вот, и я хочу ее сейчас вместе с вами сделать, надеюсь, все получится нормально, я это видео вам выложу, я это видео выложу на канал, и вы его увидите, потому что видок у меня сегодня немножечко замученный. Ну да ладно, что я опять все болтаю-болтаю, давайте с вами уже приступим к данной масочке. Что же мы видим? Мы видим запечатанную полностью маску, срок годности, когда она была изготовлена. Ребята, она очень свежая, от 9 сентября. И какие обещания здесь присутствуют от производителя? Она должна усиливать метаболизмы клеток, помогать очиститься от токсинов и регенерироваться. Потом она должна повысить местный иммунитет, снять воспаление и улучшить, восстановить микрофлору кожи. Давайте посмотрим, как выглядит эта маска. Маска, кстати, идет в хорошем объеме, 100 мл, и срок годности у нее целых 4 месяца после вскрытия выглядит. Данная маска, как вы видите, вот такой вот коричневой, такой жижкой, ну обычная грязь, собственно говоря. Хорошо, что в принципе камера не передает запах, потому что я не скажу, что она пахнет как-то преомерзительно, она пахнет здесь эфирными маслами, а эфирное масло здесь, по-моему, и ланг-иланг, если меня память не подводит. Так что давайте ее сейчас будем, собственно говоря, наносить на лицо уже, да? Так, и для того, чтобы нанести маску, у меня сейчас я сделаю свою повязочку, которую я пользуюсь сейчас. Она мне, кстати, крайне удобна, для моих волосиков я так хоп-хоп, все собрала, и мне крайне удобно, да, такой чепчик у меня. Ну так вот, что нам говорит производитель, как нужно использовать данную маску? Я ее прикрою, потому что у нее запах такой эфирных масел, это не совсем тот аромат, который я люблю. Итак, внимание, так, применение нанести на очищенную кожу лица слоем 1-2 мм на 20-30 минут, и подсохшую маску смочить водой, аккуратно помассировать лицо в течение 1 минуты и смыть. Ну, к этому, как ее смывать, мы вернемся чуть попозже, через 30 минут, а сейчас нам нужно ее нанести. Я так понимаю, то, что нанести на очищенную кожу лица не написано на сухую или на влажную. Я в большинстве своем всегда подобные маски наношу на влажное лицо, мне это больше нравится. Ну, мне-то кажется, что они действуют намного лучше. Надеюсь, данное видео будет не сильно затянуто. Итак, я беру кисточку, потому что, как вы видели, сама маска, она достаточно такая жиденькая, но она не то чтобы жиденькая, но она такая как бы не густая, и мне будет удобнее ее всего наносить именно кистью. Ну что, погнали пробовать, что у нас с этого получится. Вообще, по идее, нужно наносить на тыльную сторону, всегда в любую органическую косметику, перед тем, как вы ее наносите на лицо, нужно наносить на тыльную сторону сгиба локтя и смотреть реакцию. Я сейчас буду наносить, я уже наносила, собственно говоря, данную маску на тыльную сторону, у меня никакой реакции не было, так что давайте ее будем уже наносить на лицо. Мне уже прям даже не терпится рассказать вам свои ощущения, как она у меня будет себя вести именно на лице. Все, нанесла, и погнали. Производитель говорит то, что нужно на... О, мне надо... Вот тут у меня как раз прыщик соскочил такой, он у меня, правда, уже вызрел, но я хочу это место тоже смазать так. Запах у нее, конечно, прям такими маслами пахнет в сочетании с грязью. Я грязями и глинами пользуюсь. Я знаю, что это такое. Но могу сказать, при нанесении у меня такое ощущение, что я наношу что-то такое вот, какой-то крем, потому что она очень пластичная, очень удобная и легко распределяется, как вы видите, по лицу, прям вообще она такая масляная вся. Начинает щипать. Но производитель также указал то, что когда щиплет эта маска, это тоже нормально, это действие грязи. Так что все окей, все ровно. Натуральная косметика, она как бы имеет особенность. Ну, щиплет прямо зверско, ребят, кстати. У меня вот эти вот места вот тут вот. Нужно нанести ее в слой 1-2 мм. Так что так и будем делать, да? Чтобы все было согласно инструкции. Наносить очень легко. Лучше наносить ее кистью. Так что я правильно сделала то, что я взяла кисть, намного удобней. Единственное, что я хочу себе взять, это кисточка, которая, знаете, такая вот, не такая, как у меня ворсинистая, а такие, как силиконовые лопатки. Я хочу сейчас себе такую найти кисточку. Ребята, если вы, девчонки, если вы знаете, где такую взять кисточку, напишите, пожалуйста, мне. Потому что я уже кучу сайтов перерыла, что-то нигде не вижу такие лопаточки. Я знаю, что, возможно, это можно найти на Алиэкспресс, но как-то я там не особо дружу с этим сайтом. Как все щиплет, прям вот реально, ребята, по всему периметру лица. Здесь тоже сейчас еще промажу. Все, нанесла, очень все щиплет, прям щиплет. И такие, знаете, как вот иголочки, как будто солью намазала все. Сейчас буду ждать 20-30 минут. Я сейчас герметично закрою данную масочку. Подождем 20-30 минут. Посмотрим, как она будет себя вести по истечению времени. И когда я поняла то, что после того, когда она подсохнет, ее потом еще нужно помассировать. Так что через 20-30 минут, наверное, через 30 минут я к вам вернусь, покажу, что у меня получилось. Сейчас могу сказать все свои ощущения. Первое, то, что ее очень легко наносить. Она, ну, в принципе, очень пластично, как вы видели, очень быстро распределяется по лицу. Кисточкой это делать очень-очень удобно. Она имеет специфический запах, но он, в принципе, не критичен, он не душит. Мне как бы все нормально. Я с вами нормально разговариваю. Как видите, не зачихиваюсь, не закашливаюсь. Второе, что могу сказать. Как только ее начинаешь наносить, сразу действуют активные компоненты. И она начинает прям очень, так знаете, все пощипывать. Ощущение, как будто бы перцем намазала. Вот да, правда, как будто бы перцем намазала. И у меня сейчас все такое прям лицо. Я прям хочу узнать, от чего это у меня может быть, собственно говоря, такая вот реакция. Возможно, это на грязь, эта грязь именно себя так ведет. Ну, тут даже содержится, кстати, кофеин. То есть, как бы, в принципе, еще от отечности должно все помогать эта маска. Так что вот так вот. И, в принципе, себя сейчас ощущаю очень даже неплохо. За исключением вот этого вот пощипывания, пожжения какого-то на лице. Но прямо от везде, вот где я намазала, вот это все присутствует. Так что сейчас ждем 30 минут, посмотрим, что у нас будет дальше, какая у нас будет реакция на кожу. Надеюсь, то, что все будет благополучно. Так что увидимся ровно через 30 минут. Так, ну что. Масочка подсохла. Я могу сказать, что она не до конца высохла, видите. И мне капец, как все вот прям стянуло. Тянуло. Мне даже никогда так не стягивало, мне кажется, от глиняных масок. Прямо местами видно то, что она растрескивается. Производитель нам говорит о том, что нужно подсохшую маску смочить водой и аккуратно помассировать лицо в течение одной минуты. Сейчас мы это будем делать. Я могу сказать то, что, кстати, сейчас мы это все намочим, а то я сейчас сдурею просто от ощущений. Нереально все стянуто. Просто. Она настолько все перетянула мне. Но я думаю, что... О, так легче стало сразу же. Я могу сказать одно, девчонки, то, что после, наверное, 5-10 минут, как я нанесла эту маску, через 10 минут вот это вот пощипывание, покалывание, которое у меня было, оно у меня стало более таким приглушенным. И по истечению, наверное, минут уже, ну, 15-ти абсолютно все покалывание, пощипывание прошло. Сейчас буду ее массировать, пробовать. Ах, главное, чтобы она у меня никуда не накапала. Аккуратненько. Производитель говорит то, что ее нужно прям аккуратненько массировать в течение минуты. Сейчас мы засекем время и будем ее так массировать. Надеюсь, у меня получится ее смыть, потому что она такая прям, видите, прям хорошенько пристыла, прилипла. Сейчас мы ее будем массировать. И потихонечку она у нас должна сползти. Аромата нет такой прям масляный-масляный. Ну, так вот, по поводу пощипывания. Через 15 минут оно полностью прошло и было абсолютно комфортно и уже легко. Но и через 15 минут буквально эта маска уже начала просто подсыхать. И могу сказать то, что началось ощущение вот этого стянутости. Видите, местами она прям очень хорошо прилипла. Так что сейчас буду ее уже смывать. Все мы проблемные зоны промассировали хорошенечко. Все, давайте ее сейчас будем смывать и смотреть, что у нас получилось. Так, ну что, кое-как я ее, ребят, смыла. Нереально просто ее смыть. Она сложно смывается, но все-таки я ее отмыла без разных губок. Просто пальчиками массировала и смывала. Сейчас могу вам сказать о своих ощущениях. На удивление, несмотря на то, что данная маска... У меня так свет падает, прям так, как в инстаграме все эти наставки. Так вот, несмотря на то, что данная маска, она очень стягивала лицо. Могу сказать то, что вот сейчас у меня ощущение такое-то, что мне не хочется увлажнить кожу. Я не знаю, как будет через 60 секунд, как я себя буду чувствовать. Но вот сейчас вот мне не хочется увлажнить кожу. И это очень странно, потому что это грязь. Все, что я пробовала раньше, все, что связано с грязями было, это всегда было желание после использования грязи намазаться чем-то, увлажнять бегом. Сейчас у меня пока нет такого дикого желания. То есть после смывания данной маски нет резкой необходимости бегом увлажнять кожу и чувствовать, что вашу кожу просто высосали. Ну и производитель, собственно, говорит о том, что данная маска, она увлажняет, тонизирует. Тонизирование, да, кстати, присутствует. Ощущение такое, что как будто бы, вы знаете, вот утренняя маска освежающая, ментовная. Что-то такое вот в этом есть. Могу сказать то, что поры данная маска тоже очень хорошо, кстати, подчищает. Как вы видите, цвет лица стал такой красноватенький. Все либо какие-либо воспаления, которые у меня сейчас есть, они, конечно, цвет не выровнялся. Но я надеюсь то, что после нескольких применений у меня уже эти высыпания пройдут. Посмотрим, как кожа будет себя чувствовать на завтра. Но вот так вот всецело могу сказать то, что пока что мне прям очень нравятся ощущения. Я повторюсь именно на тот момент, что грязевые, глиняные маски, у меня есть опыт использования. И я ожидала что-то схожее. Но нет, совершенно другой момент. То есть эта маска совершенно не сушит. У меня нет ощущения сухости. У меня ощущение такое, как будто бы у меня кожа уже чем-то таким, знаете, Я ее как будто бы уже немножечко увлажнила, либо протонизировала как-то. Ну не могу понять, как это вот назвать. Но кожа очень мягкая, она чистенькая, ее хочется трогать. И такое, знаете, легкое ощущение какой-то свежести на лице присутствует. Но очень классно, мне нравится. Кстати, да, ребят, сейчас действует промокод на скидку в 10% MissKick. Если вы придете на сайт Jurassic Spa, заходите себе заказать эту масочку, либо еще что-то, примените код MissKick, и у вас будет процентов 10 скидка. Да, 10% скидка. И я всегда рада с вами, кстати, делиться всеми возможностями, бонусами, скидками. Если можно приобрести какую-то и извлечь выгоду, то, конечно, я всегда вам даю. Если есть какие-то скидки, я всегда с вами делюсь. Так что мне подарили данный бонус, и я с удовольствием делюсь этим бонусом с вами. Так что не забывайте, захотите сделать заказ на сайте Jurassic Spa.ru. Не забудьте промокод MissKick, и вы будете со скидочкой приобретать там товар. Там, кстати, очень бюджетная косметика, и вот эта маска, она стоит в пределах 300 рублей. Сейчас, по первым ощущениям, могу сказать, что у меня прям прилив крови идет. Я прям в зеркало на себя смотрю, я прям такая розовенькая-розовенькая, мне нравится. Сейчас с удовольствием нанесу свое тонизирование, сделаю у меня, будет сегодня тонизирование от мастерской лавровых. И нанесу какой-нибудь кремушек, наверное. Да, наверное, все-таки я нанесу какой-нибудь кремушек, так что вот так вот. Надеюсь, данное видео для вас было интересным, полезным, информативным. Как обещала, первые впечатления я сняла для вас, чтобы вы все сразу же, собственно говоря, из первых уст, первые впечатления, чтобы вы все их у меня увидели. Не забывайте, конечно же, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. Не забывайте подписаться на мой инстаграм MissKick9970. Там я тоже всегда рада вас видеть и делюсь с вами там первыми отзывами о продукции. И потом уже все в комплексе сделаю, делаю здесь. В общем, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Я пошла собираться ложиться спать, потому что у нас время практически около уже десяти вечера. Так что вот так вот. Надеюсь, данное видео для вас было интересно. Всех люблю, целую. С вами была ваша Ирина. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok